Эта передача является реконструкцией реальных событий. Апрель 2009 года. Американское грузовое судно «Мерс Калабама» пытается захватить сомалийские пираты. Для нас было очень больно видеть, как они поднимаются на борт корабля. Сомалиец наставил на нас дуло автомата. Мы были в большой беде. Почти сразу 20 человек экипажа «Мерс Калабама» решают нанести ответный удар. Мы посмотрели друг на друга, и стало ясно без слов, что никто не собирается сдаваться. Их семьи в Америке были поставлены в известность и сильно переживали. Я даже не могла стоять. Мною полностью овладел страх. В открытом море экипаж «Мерс Калабама» ведет отчаянный бой с четырьмя вооруженными сомалийскими пиратами. Три или четыре раза казалось, что пора подумать о семье и попрощаться с этим миром. Это поразительная история о невоспетых героях, которые сражались, чтобы спасти свой корабль и своего капитана. Нельзя было допустить, чтобы это произошло на американском корабле. Вы узнаете душераздирающие подробности от капитана, побывавшего в эпицентре атаки сомалийских пиратов. В какой-то момент я не был уверен в том, что выберусь оттуда. Сомалийские пираты. Ответный удар. 3 апреля 2009 года американский контейнер «Мерс Калабама» отплывает из африканского порта Джабути в путешествие длиной более чем 1800 километров до Мамбасы, Кения. Помимо прочего, он везет 5000 тонн продовольственной помощи для бедных африканских стран, включая Сомали. На борту корабля находится экипаж из 20 американских моряков, многие из которых работают в этой команде в первый раз. Экипаж «Мерс Калабама» был среднестатистическим экипажем. В нем были и 60- и 70-летние, и 20-летние. Обычный экипаж торгового судна. Кто бы ни нанялся, все попадают на корабль, и, возможно, мы сумеем заставить экипаж сработаться. Это наша работа. Собираемся быстро, вместе хорошо работаем. Каждый знает свое место и свои обязанности. Мы работаем слаженно, как кирпичи лежат в стене. Но «Мерс Калабаме» предстоит необычное путешествие. Годами торговые суда, плавающие по Индийскому океану, становятся мишенями пиратов, появляющихся из опустошенного войной Сомали. Их тактика проста — угонять корабли, брать экипаж в заложники и получать за них большой выкуп от владельцев. Капитан «Мерс Калабама» Ричард Филлипс прекрасно осведомлен об этих опасностях. Я плаваю в должности капитана с 91-го года, то есть уже 19 лет. Я знал, что на нашем маршруте есть пираты. Я в этом регионе уже почти пять лет. И, как я говорил экипажу, вопрос нападения был для меня только вопросом времени. Я знал область нашего плавания и то, какие проблемы могут здесь возникнуть. Когда я получил эту работу, я посмотрел, где будет плавать этот корабль, и я знал, что это пиратские воды. Я имею в виду весь маршрут следования «Мерс Калабамы» проходит в районе Сомали. Я знал, что это будет рискованная работенка. Рискованность этой работы понимали не только моряки, но и их близкие. Я всегда не то чтобы ждала этого, но где-то в глубине души всегда понимала, что это может случиться. Всякое бывает. Когда Джон пришел домой и сказал, что отправляется в Сомали, я стал очень нервничать. Я не хотел, чтобы он ехал. Моя невеста и падчерицы были очень стревожены, да и я тоже. Тем не менее, я зарабатываю этим на жизнь. И нам нужны были деньги, нам надо было платить по счетам. Кен Квинн, второй помощник капитана, тоже нервничает. Это его первое плавание после прибавления в семье. Я переживал по поводу работы на Мерск, Алабама из-за всех этих недавних нападений пиратов. У нас только что родился еще один сынишка. У нас уже есть сын Джейсон, которому три года, и я очень к нему привязан. Как часто бывает, Кен и его жена Зоя узнали, куда он отправляется за пару дней до отплытия. Кен получил эту работу за три дня до отплытия, и, как это бывает, не знал, когда он отплывает. За день до отправления они сказали, что плывут в Африку. Мерск, Алабама, отплывает в недельное плавание из Джибути в Мамбасу. Путешествие началось без приключений. Но как только они вошли в сомалийские воды, члены экипажа поняли, что пираты повсюду. Мы знали, что они где-то рядом. Мы могли следить за ними по корабельным радарам. Мы видели разные суда, двигающиеся в хаотичной манере, в отличие от определенного курса, которым обычно следуют торговые суда. Мы знали, что они поблизости. Седьмого апреля с наступлением темноты Кен Куин увидел с мостика, как несколько пиратских быстроходных катеров преследуют судно. Было три небольших пиратских катера, преследовавших нас около 45 минут. Они начали вызывать нас по овочи диапазону, сообщая, остановите корабль, сомалийские пираты. Ближайшая лодка была в полутора километрах от нас. Потом они развернулись и уплыли. Было такое чувство, как будто в воде кровь и акулы напали на наш след. Мы знали, что нас преследуют пираты, знали, на что идем. На рассвете вся команда проснулась от звуков, которых боялась больше всего. Всему экипажу, говорит капитан, нас собираются брать на абордаж. Как только они попадут на борт и найдут нужное оборудование, инструменты, ценности и людей, все будет кончено. В считанные секунды пиратская лодка появилась в пределах досягаемости. Когда я увидел, как быстро они плывут, я понял, что мы пропали. Третий помощник, Колин Райт, отчаянно пытается отразить атаку. Я собирался выстрелить в них световым зарядом. Это была просто попытка усложнить им задачу, дать пиратам понять, что у нас есть чем им ответить, каким бы скудным это ни казалось. Но прежде чем я смог выстрелить, они начали палить в меня из боевого оружия. Когда в тебя стреляют, это очень страшно. Видеть, как стекло капитанского мостика пробивает пули. Ощущение просто сюрреалистичное. Всему экипажу, это капитан, приготовьтесь к абордажу. У нас сомалийские пираты с северной стороны. Экипаж понимает, что им никак не уйти от превосходящего их в скорости и вооружении противника. Это не учение, это по-настоящему. Через несколько секунд пираты уже на борту мэр Скалабамы. Это тот момент, которого всегда боялся капитан Филлипс. Первый ужасный момент настал, когда они поднялись на корабль. Я знал, что это не сулит ничего хорошего. Лишь секунды отделяют находящихся на капитанском мостике капитана Филлипса матроса Резу Хана и третьего помощника Колина Райта от их самого страшного кошмара. Когда первый пират появился на крыле мостика и наставил на нас автомат Калашникова, через дверь на мостик пришло осознание происходящего. Случилось самое худшее. Сомалиец держит нас под прицелом автомата. Было очень страшно. Мучения экипажа только начались. Под палубой в машинном отделении старший механик Майк Перри слышит объявление с мостика. Капитан объявил по радио «Мостик сдан». Это было предельно ясное сообщение. Таким способом он дал понять, что он у пиратов под прицелом. Они не очень хорошо охраняли средства связи, поэтому я мог дать им знать, что мостик захвачен, что надо взять управление, заглушить мотор, что надо остановиться. Перебывший военный моряк сразу понял, что капитан Филлипс больше не контролирует корабль. Я тут же потянулся и щелкнул переключателем, выключив управление с мостика, так что капитан, он больше не мой начальник, я теперь контролирую корабль. Теперь фактически капитаном корабля стал Майк Перри. Операты на мостике поняли, что мэр Скалобама это золотая жила. Какая страна? США. Америка? Америка? Америка! Америка! Я долгие годы следила за нападениями и знала, что их число растет. Знала, что захват американского корабля всего лишь вопрос времени. Я слышал раньше о сомалийских пиратах, но никогда не слышал, чтобы они захватывали американские суда. Они были так счастливы, что захватили американский корабль. Я понял, что мы в большой беде, потому что нас не просто по-быстрому ограбят, это будет долгая история с захватом заложников. Цель пиратов отвезти Мэр Скалобаму и экипаж Сомали. Откуда они могут запросить выкуп в несколько миллионов долларов за их освобождение? Таков их план. Но это был необычный экипаж. Я думаю, мы все четко понимали, что не хотим просто тихо уйти в ночь вместе с сомалийскими пиратами. Я осознавал, что, возможно, это мой последний день, что я могу не покинуть этот корабль живым, а умереть в бою. меня не затащат в Сомали живьем. Я не хочу подвергать этому себя или свою семью. Экипаж Мэр Скалобамы собирается дать отпор. Мой опыт подсказывает, что они не смогут управлять кораблем, и это единственный способ борьбы с ними. Зная, что капитана и еще двоих держат в заложниках на мостике, остальные члены экипажа понимают, что не должны попасть в плен. Майк Перри приказывает им уходить под палубу, и по дороге они задраивают все двери. Закрывайте все, что можно закрыть, и спускайтесь ниже. Проверяйте двери и люки, чтобы все было закрыто и задраено. Они направляются в безопасное помещение глубоко в недрах корабля. Никто не метался, не медлил, никто не сломался, мы двигались быстро. Обезопасив экипаж, Перри должен попытаться помешать пиратам отвезти судно в Сомали. Используя запасное управление, он выключает все системы на судне. Весь корабль погрузился во тьму. Везде был выключен свет. Через час после захвата Мэрск-Алабама находится без движения в Индийском океане. Пираты держат в заложниках на мостике капитана и двух других членов экипажа. Под палубой прячется экипаж, понимающий, что несмотря на то, что они в безопасности, ситуация все больше накаляется. Внизу было жарко, потому что старший механик выключил генератор, и у нас не было электричества. Температура поднялась до 50 градусов по Цельсию, в то время как внизу становится жарко, обстановка на мостике тоже накаляется. У пиратов было оружие и трое заложников, но они не могли управлять кораблем. И без экипажа они не могли доплыть до Сомали, чтобы потребовать выкуп. Командир пиратов приказал собрать всех здесь. Капитан включил внутреннюю связь и стал созывать команду на мостик. Всему экипажу, всему экипажу, ответьте мостику немедленно. На учениях мы используем специальное кодовое слово, и если капитан не произнес кодового слова, это значит, что на мостик выходить небезопасно. Мы посмотрели друг на друга и стало ясно без слов, что никто не собирается сдаваться. План захвата судна близок к провалу. План пиратов начал рушиться, потому что, несмотря даже на то, что капитан с ними сотрудничал, вызывая команду на мостик, команда не являлась на мостик. А мы не только не сдались, но еще и прятались. Им нас было не найти. Экипаж не дает о себе знать, и страсти на мостике накаляются. Пальцы на спусковых крючках начинают дрожать. Пираты были очень расстроены. Они сказали, мы хотим, чтобы экипаж был здесь через две минуты. Он сказал, если их не будет через две минуты, мой друг начнет стрелять. Идет отсчет времени, а в грудь Колина Райта направлен автомат. Мне это не нравилось. Они становились очень агрессивными. Оставалась минута, но никто так и не пришел. Они пригрозили начать стрелять через какое-то время. Это было страшно. Если люди начинают причинять другим боль, это плохо. Это скользкий путь. Я не хотел этого. Оставалось 30 секунд, и я знал, что никто не успеет подняться из машинного отсека за 30 секунд. Все это вот-вот станет ясно. и командир пиратов толкнул меня в грудь и сказал, иди найди команду и возвращайся с ними. Я сказал, хорошо, и ушел. Пираты решают самостоятельно начать поиски экипажа. Их лидер идет с капитаном Филлипсом под палубу в машинное отделение, где прячется Майк Перрид. Внезапно открылись двери, по машинному отсеку запрыгали лучи фонарика и вошел капитан с пиратами. Непонятно, сколько их было. Они были примерно в двух метрах от меня. в 6-8 метров от меня. Перри не заметили в этот раз, но он понимал, что пираты вернутся, и ему надо привести свой план в действие. Но то, что я собирался сделать, это было безумно. Неужели я это сделаю? Но я подумал об этом с другой стороны, о возможности быть захваченным. я не мог позволить себе оказаться в таком положении. План Перри очень рискованный. Попытаться изменить баланс сил на корабле, самому захватив одного из пиратов. Весь смысл был в том, чтобы атаковать с этого места и убить или захватить пирата. Вскоре появляется пират. Это их лидер, идущий позади матроса Резе. Я увидел отражение его лица на краю переборки и кинулся на него. Приставил нож к его горлу и давил, давил, ему сзади на шею. Я чувствовал, как нож проходит через кожу. Кровь была повсюду. Пахло кровью, я даже почти почувствовал ее вкус. Перри и матрос Реза справились с пиратом и взяли его в заложники. Теперь Перри хочет сообщить другим пиратам, что ситуация в корне изменилась и вызывает мостик по своей рации. Я переключился на капитанский канал и объявил, что один пират выбыл из игры. Я хотел, чтобы они знали, хотел, чтобы заложники знали, что мы сражаемся. У экипажа был свой заложник, но как им использовать его, чтобы вызволить своего капитана? На расстоянии более чем в 500 километров от Сомалийских берегов старший механик Майк Перри захватывает лидера сомалийских пиратов, напавших на контейнеровоз Мэр Скалабам. Перри уводит своего заложника глубоко в недра судна, в жаркую темную комнату, где отсиживается экипаж. Когда я открыл дверь, и он втолкнул этого пирата внутрь, это выглядело как будто они поймали большую рыбу. Но как только Перри закрывает дверь, до него изнутри доносятся звуки жестокой схватки. Когда я закрыл дверь, то понял, что могут сделать с заложником члены экипажа. Он выглядел так, будто вот-вот отключится. Этот пират потерял много крови. Мы дали ему понять, что если он будет плохо себя вести, то умрет. Мы убьем его без колебаний. Экипаж избивает заложника, и чтобы спасти его, Майк Перри предпринимает решительные действия. Я открыл дверь ногой, вошел и заорал. Нельзя этого делать. Если вы это сделаете, они могут причинить вред нашим парням. Прекратите. Экипаж понял, что захваченный пират их главный ресурс в борьбе против угонщиков. И тогда мы все слегка успокоились. Обыскали этого парня, подняли его на ноги, усадили, и тогда все немного успокоились. Мы хотели, чтобы нас не услышали и не знали, что происходит вне убежища. Но стало ясно, что у нас у самих есть заложник. Так что у нас был свой козырь. Было чем сделать ход в этой игре. Это была очень большая моральная поддержка. Наше настроение значительно изменилось, когда мы смогли поймать и удерживать заложника. Мы знали, что, возможно, нам удастся взять ситуацию под контроль. У нас был один из них. Они этого не ожидали. Но, несмотря на то, что у них был собственный заложник, их капитан по-прежнему находился под прицелом на мостике корабля. У меня и мысли не было о благоприятном исходе. Но я чувствовал, что есть шанс того, что что-то произойдет, и оно произошло. Надо было только иметь терпение. В нескольких метрах от мостика первый помощник капитана Шейн Мерфи прячется в радиорубке. Майк Перри приказал ему непрерывно посылать сигналы бедствия внешнему миру. Я сказал, Шейн, иди в радиорубку и начинай передачу. А он мне говорит, здесь никто меня не услышит, я не вижу ни одного корабля, который мог бы услышать мое сообщение, никто не отвечает. Но хотя Мерфи об этом и не подозревал, его сообщения были услышаны. И в 12 тысячах километров оттуда известие о захвате становится сенсацией утреннего выпуска новостей. Прямо в этот момент 20 американцев захвачены в плен сомалийскими пиратами примерно в 600 километрах от столицы Сомали-Магадишу. Это первое судно с американским экипажем, захваченное пиратами. Новость быстро доходит до семи экипажа. Я зашла в интернет и в заголовках на сайте Yahoo была новость об американском корабле, захваченном сомалийскими пиратами. Мое сердце забилось, я открыла ссылку и, увидев там Мерс Калабама, осела на пол. Я даже не могла стоять, я была просто охвачена страхом. 18-летний сын Майка Перри отказывается верить в шокирующие новости. Поначалу это казалось мне нереальным. Это не случается с обычными людьми, с людьми вроде меня. У скольких людей отцов похищают пираты? Скажите. Дарлин Мэтьюс преследует мысль о том, что ее муж Дик в смертельной опасности. Я была очень напугана. Моей первой мыслью было то, что они убьют их или что его долго не отпустят. Я подумала, что он может не вернуться домой. Это было очень страшно. Если быть честной, я испугалась. Это было очень сложно, но я все равно сохраняла лицо. Когда я теперь думаю о произошедшем, мне кажется, что у меня тогда включился режим чрезвычайной ситуации, когда задействуешь все знания и силы и просто делаешь то, что надо. В моей голове постоянно крутилось одно единственное слово. Нет, 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 нет. Вернемся на Мэрск, Алабаму, где мысли экипажа тоже сосредоточены на их семьях. Я думал о семье и ее будущем. Они сплотятся и справятся со всем. Я во что бы то ни стало не хотел их подвезти. Во время этого происшествия я несколько раз думал о своей семье и о неприятном телефонном звонке, который сообщит им, что дальше им придется жить без меня. Находясь в укрытии, экипаж с трудом выдерживает сильную жару. Было невыносимо жарко. Мы находились уже на экваторе и вентиляция не работала. Думаю, что там были все 55 градусов по Цельсию. Мы все насквозь промокли от пота. У меня были серьезные причины опасаться за некоторых членов команды. Но, надо сказать, эти парни держались как настоящие мужчины. Все. Но по прошествии нескольких часов, когда, казалось бы, перевес оказался на стороне экипажа, опасность все еще не миновала. Когда они поняли, что это американский корабль, они обрадовались. Они сказали ребятам на мостике, что это принесет им 3 миллиона долларов. И они потеряли эти 3 миллиона, ведь они не могли найти команду. Не могли найти команду, а также потеряли своего лидера. У них были некоторые опасения и страхи по поводу того, что у экипажа могло быть и оружие. Они не ожидали такого. Они никогда не сталкивались с сопротивлением. Другие корабли были захвачены быстро и легко. Они никогда не высаживались на американском корабле. И мы им показали. Мы потопили их лодку, сохранили управление кораблем, отключили двигатель. Мы одолели их, прежде чем они смогли одолеть нас. Борьба экипажа идет полным ходом, но они по-прежнему лишены своего капитана, которого держат на мушке возбужденные пираты. Спустя 12 часов после штурма их корабля вооруженными сомалийскими пиратами экипаж Мэр Скалабамы продолжает бороться. Старший механик Майк Перри связывается со старпомом Шейном Мёрфи, который переместился из радиорубки, чтобы хорошо видеть пиратов на мостике. Я позвонил Шейну и сказал, что эти парни хотят уехать. Нам нужно найти для них выход. Все подумали, у нас есть пара шлюпок, посадим их в шлюпку, пусть забирают, что хотят и убираются. Пираты потеряли контроль над захваченным судном и с каждой минутой становились все более возбужденными и неуправляемыми. Я опасался, что положение может стать отчаянным. Старался, чтобы все было спокойно, ожидая, что что-нибудь произойдет. Просто спокойно ждал благоприятного момента. Позже, в этот же день, Мёрфи предлагает пиратам сделку. Они могут взять спасательную шлюпку, забрать все наличные деньги и уплыть. Никто никому не причиняет вреда. Мы просто хотели выйти и чтобы они убрались во своей оси. Теперь Шейн Мёрфи и Майк Перри находятся в мучительном ожидании. Затем с мостика поступает вызов. Это капитан Филлипс. Пираты согласны на сделку. К полудню они уже очень хотели уйти с корабля, поэтому я предложил им помочь убраться оттуда. Пираты согласились обменять капитана экипажа на своего лидера, которого команда удерживала в заложниках в трюме, а потом покинуть корабль на одной из спасательных шлюпок. Капитан позвонил и сказал, когда они будут на воде, в безопасности, мы можем подготовить судно к запуску и потом произведем обмен. Спустя 12 часов после захвата Алабамы драма, кажется, подходит к концу. Пираты ведут капитана Филлипса по палубе под прицелом. Они доходят до одной из спасательных шлюпок, где и будет происходить обмен. Наконец, отдается команда экипажу покинуть раскаленное убежище. Я сказал всем выходить, и... О, Боже, они были дьявольски измучены. Трем механикам требовалась госпитализация, они были в очень плохой форме. Теперь, когда капитаны-пираты ждут их в спасательной шлюпке, экипаж должен найти в себе силы провести опасный обмен. Я назвал всех по именам, одного за другим, и говорил каждому очень медленно, что я хочу, чтобы они сделали. И каждый из них пошел и сделал то, что требовалось. Никто не сказал, я не могу. Каждый нашел в себе силы. Я очень ими горжусь. Там были люди под 70, пенсионного возраста, которые нашли в себе силы двигаться так, как будто им снова 19. Это самое героическое поведение, которое я когда-либо видел. Шейн Мерфи управляет обменом, наблюдая с палубы. Я спросил капитана, готов ли он, и он сказал, что готов. Механики были готовы, мы пошли, чтобы привести двигатели в состояние готовности. Управление с мостика было включено. Шейн позвонил и сказал, хватит, мы готовы к обмену. Пусть парни, которые истерегут пирата, поднимут его наверх. Я поднял его на палубу и должен был охранять его, а затем выпустить в указанное время. Уже стемнело, и настало время экипажу отдать своего сомалийского заложника. Я спросил капитана, готов ли он. Он ответил, что да. Я толкнул пирата к лестнице и стал смотреть, как он спускается вниз. Я смотрел, как он карабкается вниз по трапу. Он вошел в закрытую шлюпку, и тут до меня дошло, что теперь они получили обратно своего человека, а мы своего нет. Экипаж выполнил свою часть сделки, но капитан был по-прежнему внутри спасательной шлюпки вместе с пиратами. Мы ждали, что он покажется, но этого не случилось, и шлюпка начала медленно отдаляться от корабля. Мы думали, что в этот момент мы произведем обмен и разойдемся каждый в свою сторону. Я показал лидеру пиратов, как управлять лодкой, потому что он хотел это знать, и он перехватил управление и стал отплывать, повторяя, обмена не будет. Обмена не будет. Сделка пошла не по плану. Экипаж знал, что они потеряли своего капитана, который вместе с вооруженными пиратами уплывал в сторону ночного сомали. Когда они взяли капитана, я понял, что этого не должно случиться. Только не на американском корабле. Ко бы они ни были, им не увезти капитана. Мы должны вернуть его любым путем. Но шансы вернуть капитана Филлипса очень малы. На этом участке океана пираты по-прежнему повсюду. Нам нечем защищаться, но мы остались здесь, чтобы спасти наш экипаж, капитан, член нашего экипажа. И мы не собирались оставлять его. Намереваясь не дать пиратам достигнуть Сомали, где капитан будет в смертельной опасности, мэр Скалобама под управлением Шейна Мёрфи преследует спасательную шлюпку в ночи. Шейн управлял этим огромным кораблем, маневрируя в пределах 30 метров, словно слон гнался за мышью. Это было страшно, пираты были напуганы, они оставили меня, чтобы управлять шлюпкой. Я знал, что мой старший помощник подплывает все ближе, и я не очень-то волновался, а вот пираты занервничали. тем временем, американское телевидение рассказывает о разворачивающейся драме, передавая сообщения членов экипажа. Послушаем очевидца с места события одного из членов экипажа. Было четверо сомалийских пиратов с АК-47, мы захватили одного из них в заложники. Он в румпельном отделении вместе с нами, остальных трех капитан убедил сесть в спасательную шлюпку. Я включила телевизор и сразу услышала голос Кена, он объяснял на СНН, что произошло. Теперь они захватили капитана и удерживают его на спасательной шлюпке. Они хотят оставить американского капитана для получения выкупа, а мы пытаемся догнать их и вернуть его. Мне надо идти, я управляю кораблем. С корабля, находящегося на другой стороне земного шара, члены экипажа связываются со своими семьями в Америке. Я получила звонок, это был Дик, он мне звонил откуда-то из океана. Я пытался быть кратким и дать ей понять, что все хорошо. Вскоре после новостей о том, что команда управляет судном, мне позвонил Джон. Я сказал, привет, это я, я люблю вас, скучаю, обними за меня девочек, скажи им, что я скоро буду дома. А потом он сказал, что все матросы в безопасности, что никто не ранен и что они управляют кораблем, но в спасательной шлюпке четыре пирата, они вооружены и могут убить капитана. В открытом море вымотанный экипаж пытается не отстать от спасательной шлюпки с их капитаном на борту. Это была длинная ночь. Мы неотступно следовали за этой шлюпкой в ночи. Мы не давали им оторваться. На протяжении всей погони Майк Перри делает все возможное, чтобы капитан Филлипс понял, что он не забыт, что его экипаж по-прежнему с ним. Я начал кричать на них как можно громче, в мегафон, по радио, так что капитан знал, насколько мы близко, он знал, что мы не сдаемся. В моем понимании заложникам важно знать, что рядом кто-то есть, и я хотел, чтобы он это знал. Мэр Скалобама преследует шлюпку на протяжении шести часов. Затем перед рассветом на горизонте появляется подмога. Я повернулся и посмотрел поверх носа корабля и увидел Бэйнбридж, идущий без огней. Это был просто силуэт в темноте, подбирающийся к шлюпке. И я почувствовал огромное облегчение. Это было словно видение, нечто возвышенное, и это укрепило наши сердца, снова наполнив их уверенностью. Они подходили с огнями, прожекторами и системой оповещения. Пиратам это не понравилось, они велели им выключить огни. Было здорово их видеть. Американский эсминец Бэйнбридж весь день плыл к месту захвата. Сейчас он там, ранее ночью туда прибыл военный разведывательный самолет. Скоро мы сообщим новые подробности. Я знал, что все будет хорошо, когда в новостях сказали, что Бэйнбридж находится в этом районе. Я знал, что теперь Джон и все 19 членов экипажа будут в порядке. Офицеры с эсминца переходят на борт мэр Скалабамы. Они отправили отряд на борт. Было очень обнадеживающе знать, что мы теперь не одни. Но хоть экипаж теперь в безопасности, судьба капитана Филлипса все еще висит на волоске. Беря на себя контроль над ситуацией, они приказали экипажу уйти из района действий и продолжить плавание в Мамбасу. Мы не хотели уходить, но они сказали, что у них есть разведданные о том, что пираты идут на подмогу своим друзьям, и они хотят, чтобы мы уплыли отсюда. Спустя почти сутки после захвата мэр Скалабама продолжает свое путешествие в Кинию. Но на борту еще никто ничего не празднует. На корабле внезапно установилась видимость нормального состояния, но, конечно, все мысли были устремлены к капитану, все думали только о нем. А капитан в открытом море уже почти потерял надежду на спасение. Три или четыре раза я падал духом. Казалось, что пора подумать о семье и попрощаться с этим миром. «Самые потрясающие создания» в естественной среде обитания невероятно близко в потрясающе высоком разрешении. А говорят, хорошее случается только в выходные. «Дикая природа» сегодня на Надгео HD. Узнайте, кто это сделал. И можете быть уверены, что не дворецкий. Когда природа убивает, у нее всегда есть мотив. В дикой природе, на месте преступления, наше расследование докажет. Этот убийца – настоящее животное. «Следствие по делам хищников». Начало в понедельник, 2 августа, в 22.55. С непередаваемой гордостью мы рады представить вам подробнейшую из подробных передач, детальнейшим образом демонстрирующую технические инновации, с помощью которых создаются самые большие, самые высокие и самые длинные сооружения. «Чудеса инженерии». В среду, в 22.55. С появлением американского военного корабля мэр Скалабами приказано отправляться дальше в Мамбасу. Контейнеровоз больше не беззащитен, но по-прежнему находится в опасных водах. С нами теперь находились 18 вооруженных офицеров, но мы все еще были очень напряжены, чувствовали себя как на иголках, потому что поступали сообщения о том, что пираты преследуют мэр Скалабаму, чтобы снова захватить судно. В Америке семьи экипажей все еще немного волнуются. Было прекрасно, что теперь у них на борту были военные, и они снова направлялись в Кению. Но я всерьез считала, что существует большая вероятность того, что другие пираты попробуют захватить корабль. Мы переживали за капитана, мы не знали, что с ним, знали, что он в шлюпке. Я думаю о том, насколько Ричард устал, и я ничем не могла ему помочь. Мне хотелось бы его поддержать. Где-то в 500 километрах от берега в Индийском океане военно-морские силы вовлечены в напряженную психологическую борьбу с пиратами, удерживающими капитана Филлипса на борту шлюпки. Я надеялся на лучшее. Я надеялся на то, что я выберусь с этой лодки. Пираты знали, что их план провалился, и они окружены. Тогда я оставалась наедине с собой. Мне было страшно. Что если? Он в маленькой спасательной шлюпке с четырьмя вооруженными людьми. Я надеялась, что они выбрали подходящих людей для переговоров. Но я не теряла лицо. В то время как специалисты по переговорам из ФБР работают без перерывов, мэр Скалабама наконец-то приходит в Момбасу. Экипаж на борту понятия не имеет о том, сколько шума наделала их история. Я думал, что мы удостоились пары слов в вечернем выпуске или пары строчек в газетах. Не знал, что к нам приковано внимание всего мира. Я не понимал масштаба происходящего. Мы привели в действие наши силы, в том числе военно-морской флот и ФБР. В Вашингтоне ситуация достигает кабинета главнокомандующего. Президент Обама уделяет происшествию особое внимание. Мы должны убедиться, что те, кто занимается пиратством, будет призван к ответу за свои преступления. На месте событий появляется морской спецназ. После пяти дней тупиковых переговоров они прибыли, чтобы с разрешения президента положить конец кризисной ситуации. Переговоры ничего не дали. Пираты становились раздраженными, они устали, хотели спать, были напуганы, могли причинить вред капитану Филлипсу. Снайперы спецназа расположились на Бейнбридже и приготовились сделать три одновременных выстрела. Пять, четыре, три, два, один. Огонь! Жизни этих троих молодых пиратов оборвались в одну секунду. Далее на СНН спасенный в ходе рискованной операции герой-капитан Ричард Филлипс улыбается на борту американского эсминца. Это было страшно. Я почувствовал облегчение, и я мог почистить зубы, наконец, принять душ, выпить пиво и лечь спать. Я устал. Мы все вздохнули с облегчением. Наши молитвы были услышаны. 12 апреля в пасхальное воскресенье экипаж Алабамы услышал долгожданные хорошие новости. Было радостно знать, что все члены экипажа целы и невредимы. Мы ощущали радостное возбуждение. Через 9 дней после начала захвата экипаж прибыл на военно-воздушную базу Эндрюс в Мэрилэнде. Когда мы услышали, как шасси самолета коснулись земли, мы почувствовали невероятное облегчение от того, что мы снова на родной земле. И для экипажа, и для их семей кошмар наконец-то закончился. Я стояла прямо на взлетной полосе. Он вышел из самолета третьим, и я завизжала. Вон он! И первый его обняла. Спасибо! Да здравствует Америка! Капитана Филлипса встречают как настоящего героя. Очень трогательно. Я был к этому не готов. Так неожиданно. Таким счастьем было снова видеть его дома. Мне казалось, что его не было дома около трех месяцев. Столько нам пришлось перенести за эти две недели, пока его не было. Но капитан Филлипс не чувствует себя героем. Я встречал героев, видел военных, докторов, моя жена, медсестра. Я видел людей, которые делают героическую работу каждый день. И правда делают, и не получают никаких благодарностей за это. Я искренне верю, что многие могли сделать то же самое. И он знает, что многим обязан своему храброму экипажу. Мой экипаж — настоящий герой. И мне кажется, нельзя лучше охарактеризовать людей в экстремальной ситуации. Как сказать, что они сделали свою работу и изменили ход событий? Большинство членов экипажа продолжает плавать, но их семьи никогда не забудут, как они сражались за свое судно, за своего капитана и друг за друга. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Александр Гаврилов.